Аминь! Слава Богу! Бог благ! Если вы верите этому, скажите «Аминь!» Присаживайтесь, пожалуйста. У нас есть доброе время, когда мы можем рассуждать над Словом Божиим. Знаете, мы понимаем и знаем, что Библия – это своего рода инструкция к жизни человека. Библия рассказывает нам, откуда мы пришли, как мы появились и куда мы движемся. Библия говорит о том, как строить взаимоотношения, как нам мыслить, как поступать. Библия учит, как приобретать добрые качества, такие как любовь, праведность, мир, милосердие, долготерпение. Но Библия также учит, как удаляться и освобождаться от тех негативных качеств, которые, к сожалению, тоже есть в жизни человека в связи с грехопадением. Например, обида, непрощение, злоба, ложь и тому, знаете, подобное качество. Хотел бы прочитать одно местописание, которое записано в послании святого апостола Иакова, в первой главе, 22-23 стихи. Апостол говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица в своем зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Апостол говорит нам, будьте исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Он обращается к людям верующим, к христианам. И что удивительно, оказывается, можно, слыша слово, слушая слово, не слышать и тем более не исполнять. Подобно тому, как человек смотрит в зеркало и, казалось бы, все видит, да не видит. Знаете, может быть, это свойственно больше братьям посмотреть в зеркало и увидеть, какой там, как говорят, красавчик стоит. Такой животик красивый, такое отсутствие волос гармоничное, другие качества. Наверное, у сестер немножко другая проблема. Они смотрят и видят, ну вот, волосы недостаточно прямые, ресницы, может быть, не такие длинные, ну, еще что-то. Но на самом деле, как оказывается на поверку, если бы кто-то со стороны посмотрел, оказывается, и тот, и другой не совсем правы. Тот не такой уж красивый, а та гораздо лучше, чем она о себе думает. Но вот качество, о котором здесь мы прочитали, на которое я хотел бы сегодня обратить внимание, о котором упоминает апостол Иаков, самообман. Слышите ли только обманывающие сами себя? Самообман – это качество, которое, ну, на первый взгляд, лежит где-то посредине между хорошими и плохими. Может быть, больше к плохим, но такое ли оно плохое, я задавался вопросом. И всегда ли самообман является грехом? Словарь русского языка Ожегова дает такое определение. Самообман – это обман самого себя, это внушение себе того, чего нет в действительности. Самообман – это определенная ловушка нашего разума, когда мы привыкли считать что-то правильным, мы привыкли думать о чем-то, что это так и есть, но на самом деле это не так. И по разным причинам люди обманывают сами себя. Иногда я так размышляю, понимаю, что это случайность, которая возникла под влиянием определенных факторов. Может быть, мы не имеем достаточной информации. Может быть, мы не видели, какие они на самом деле красивые люди, и мы думаем, что мы являемся эталоном. Может быть, нам не сказали что-то, как много людей в этом мире, которые спорят друг с другом, они сунут друг другу руки и говорят, давай поспорим, потому что и один, и второй уверены, что они правы. Но в результате спора оказывается, что как минимум один из них не прав. Тот, который был недавно уверен, что он прав, который, как говорят, готов там руку на сечение был давать, но он оказался не прав в своем споре. Иногда мы не имеем достаточно опыта или достаточно мудрости, может быть, недостаточно внимательны, или, может быть, торопимся куда-то в своей суете и обманываем сами себя. Я вспоминаю такой пример, сколько-то лет назад мы собирались на богослужение. Наверное, это было второе богослужение. И мы собирались, и, как обычно, все так затягивается, дети долго собираются, все идет медленно. И вот я взглянул на часы, и уже 20 или 25 минут, я понимаю, что нужно еще выйти, доехать до церкви, а еще никто не готов. И я начал торопить каждого, давайте быстрее собирайтесь, одевайтесь. Торопил, торопил, и так успешно мы очень быстро собрались, вышли, сели на машину и поехали на богослужение. Но когда мы начали заезжать на парковку, я удивился. Обычно суета, движение, выезжают, заезжает, полупустая парковка, тут тишина, полная парковка машин, никто никуда не торопится. И я думаю, что происходит, может, затянуло служение, может, еще что-то. И потом я начал понимать, что, наверное, не так у меня или время идет, или я неправильно взглянул на часы, или, может быть, перевели стрелки, а я не перевел, и приехал за час до служения. Конечно, в тот день мы с семьей поехали в ресторан быстрого питания, купили мороженое, что-то вкусное, и дети остались очень довольны, они не против и повторять это почаще. Но вот рассуждая, ну на самом деле я обманул сам себя. Никто меня не обманул, ни жена, ни дети, ни часы в этом виноваты. Я обманул сам себя. Разные причины обмана. Иногда обман – это на уровне, я думаю, подсознания или полуосознанного выбора человека. Да, человек этого не признает, но когда перед глазами у кого-то замаячили большие деньги, хотя столько много предупреждений, столько опасностей, столько мы слышали, что не стоит влезать вот в эти аферы, слушать вот таких-то людей, но когда нам предложили, когда нам в дверь позвонили и говорят, у меня есть для тебя подарок, разум выключается и хочется получить этот подарок. И мы обманываем сами себя, хотя слышали об этих ситуациях. Страх, возможно, является причиной обмана, когда психологи говорят, что человек иногда боится чего-то, и ввиду своего страха он обманывает сам себя, как бы убеждая, что ничего, вот этого нет, то, что он видит на самом деле. Может быть, супруга, если он неверующая в семье, или супруг, видя, что близкий человек изменяет ему, очень часто он обманывает сам себя, не видя очевидных доказательств от того состояния, потому что хочется верить в лучшее. Эмоции, влюбленные очень часто, знаете, хотят видеть то, что они хотят видеть. Пушкин, известное стихотворение, заканчивается такими словами, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Мне понравилась фраза, которую кто-то сказал, говоря о влюбленной, говорят, ай, у них слепая неделя. Знаете, влюбленные, они так хорошо видят друг друга, как мы порой не видим других людей. Знаете, я так представляю вот такую образную картину. Влюбленный человек может сидеть за обедом, смотреть вот на другого человека и говорить, «Ах, как у него вот так вот мило по бороде стекает, вот капает суп!» Как он вот смотрит! А какой он бережливый человек! Как он лишние копейки не потратит! Он не сорит деньгами, как все вот другие парни или девушки! Но если пройдут годы, вступили они в брак, и через два года задали бы моему вопрос, и человек бы ответил, знаете, говорит, «Такой жмот! Копейки лишние не потратит! А как сядет кушает, да, хочется ложкой по лбу треснуть, потому что чавкает, все течет!» Но изменился человек? Нет, не изменился. Но меняется наше отношение к нему. Вот знаете, как вот то, о чем хочу такой маленький итог подвести? Самообман, он может быть иногда очень таким безобидным и незначительным. Да, ошибся, да, создал себе неприятности, да, пошел в другое время, в другое место. Но иногда самообман, он имеет очень сильное значение в нашей жизни. И иногда человек, который обманывает себя, он впоследствии принимает катастрофические решения, основываясь на своем самообмане. Он думает, что этот путь правильный. Он думает, что это путь как бы к обогащению. Он думает, что он будет счастлив с этим человеком. Но принимая решение, он горько разочаровывается. Впрочем, я не буду касаться вот разных форм самообмана, о многом можно было бы говорить, мое желание сегодня коснуться, знаете, некоторых таких страшных или серьезных аспектов самообмана, о которых говорит и предупреждает нас Слово Божие. О чем нам говорит Библия? И первое, что я хотел бы заметить, первое такое вот состояние или качество, это то состояние, когда человек отрицает Бога. Когда человек говорит, что Бога нет, когда он не верит в силу Божию, не верит Слову Божьему, не верит заповедям Божьим. Известное местописание, оно повторяется в двух местах, Псалом 13.1 и Псалом 52.2. И там сказано следующее. «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Обратите внимание, здесь сказано «сказал в сердце своем». Не кто-то ему навязал это мнение. Да, может быть, он услышал это. Да, может быть, есть какая-то философия. Да, может быть, где-то что-то, где-то слышал и касалось его. Но здесь написано «он сказал в сердце своем». То есть человек сам внутри себя принял сознательное решение, занял сознательную позицию и сказал «нет Бога». В библейской школе у меня есть такая честь доверенно вести некоторые лекции. И одна из тем, которыми я делюсь, это тема о эволюции и сотворении. И мы касаемся вопроса эволюции с точки зрения Библии и рассуждаем о атеизме и отрицании Бога. И я подчеркиваю там, что с точки зрения Библии, вот на основании этого местописания, отрицание Бога – это безумие. Что такое безумие? Знаете, в Библии безумие – это не умственное состояние прежде всего. Это не состояние разума, не состояние интеллекта, это не необразованность, не отсутствие высшего образования вот именно в этом контексте. В библейском контексте безумие – это отрицание Бога, отрицание Его природы, это моральное качество, это духовное качество. Мне нравится определение, которое дано в библейском словаре Юнгера. Там сказано следующее. В Библии, в Писании, безумный в первую очередь человек, отвергающий Божий страх, мыслящий, поступающий так, как будто он может безнаказанно пренебрегать вечными принципами Божьей праведности. Безумный – это тот, который отвергает Божий страх, мыслит и поступает так, как будто он может попирать Божью святость, Божью праведность, Божьи законы. Луки 12 глава, 15 по 21 стих, мы читаем притчу о безумном богаче. И там рассказывается о том, что некий человек был очень богат. Он собрал большой урожай, у него было большое имение, и вот он посмотрел и сказал, «Те закрома, которые у меня есть, те амбары, которые я построил, их уже недостаточно для всего того зерна, которое я собрал. Поэтому я сломаю старые амбары, построю новые, и положу туда вот то зерно, которое я собрал, и скажу душе моей, «Душа, ешь, пей, веселись, ибо много добра лежит у тебя на многие годы». Скажите, с точки зрения общепринятого человеческого понимания, является ли этот человек безумным? Мне кажется, он достаточно мудрый человек, достаточно умный в том плане, что он мог собрать какое-то, заработать, собрать какое-то имение, он может планировать, как распоряжаться своим имением, он знает, когда нужно сломать те амбары и построить новые, он является добрым и здравым управителем. Но его безумие было не в этом. Его безумие было в том, что он сказал в сердце своем, «Нет Бога. Я могу жить так, как мне заблагорассудится. Я могу делать то, что мне кажется правильным. Богу нет отношения, даже если он есть до моей жизни, а мне нет отношения до Бога. Я буду радоваться, я буду веселиться, я буду тратить те деньги, которые я заработал, и вот в этом моя жизнь». И Бог посмотрел на него, сказал, «Безумный. Всю ночь душу твою возьмут у тебя». Вот в этом безумие. Безумие в позиции отрицания Бога, которое выливается во все сферы жизни человека. И Бог, смотря на это, говорит «безумный». Я сознательно начал вот с этого пункта, потому что, наверное, может быть, нет таких среди нас, может быть, очень мало, которые бы причислили к себя вот к этим безумным. Я верю, здесь собрались те люди, которые ищут Бога и которые не отрицают Его существование и верят Ему. Но, продолжая, я хотел бы еще один пример библейский привести, пример самообмана. Самообман – это также решение человека или желание человека быть добрым, быть праведным, вести святую жизнь, но вместе с тем окружить себя негодными, нечестивыми людьми. Вместе с тем быть частью греховной и грязной компании и делать, поступать так, как поступают они, общаться на их уровне, использовать, может быть, их лексикон. Первая Коринфянам, 15 глава, 33-34 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Еще одно местописание мы читаем 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих и далее. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Виляром, ибо какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». Дорогие друзья, то, как я понимаю, как я верю, это то, что люди, которыми мы себя окружаем, люди, которые очень близки к нам, они имеют непосредственное влияние на нашу жизнь. Я за годы своей жизни могу сказать, что были те люди, которые оказали очень доброе влияние на мою жизнь, которые помогли сформироваться моему мировоззрению, моему пониманию, моим каким-то добрым привычкам, и, наверное, были люди не очень хорошие, которые оказали не очень хорошее влияние, и мы должны быть очень осторожны и аккуратны. И я здесь даже не говорю о верующих и неверующих, хотя, наверное, в первую очередь мы так это видим, но, знаете, бывает и так, что, находясь в среде верующих, мы допускаем к себе людей, которые ведут неподобающий образ жизни. Я знаю один пример, одна сестра, с которыми мы с семьей общались и продолжаем общаться, будучи молодой девушкой, общаясь с молодежью, она была и общалась с компанией молодых людей, христиан, и там были и братья, и сестры, и, впрочем, это вот был основной ее круг общения. Она ходила на работу, ходила в церковь, и однажды к ней подходит пророк, и обращается к Господь и говорит, «Имею что-то против тебя, что ты сидишь в собрании развратителей». Это, наверное, отсылка к первому псалму, первый псалом, первый стих, «Блажен муж». И сестра начала рассуждать и задаваться вопросом, «Господи, какие развратители?» Ну, на работе, но я вынужден туда ходить, но я прихожу домой, у меня нет неверующих друзей. Вот только вот эта компания, с которыми мы общаемся, и Бог, и Дух Святой и начал открывать. Вот те неуместные шутки, которые они говорят, те наклонности, которые у них есть. Да, впоследствии выяснились определенные грехи, в которых находились вот некоторые парни из этой компании, называясь братьями, но они жили во грехе, и это сквозило, когда они приходили. И Бог, видя искренней сестры, сказал, «Имею против тебя, что ты сидишь в собрании развратителей». Да, это местописание, которое было прочитано, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Мы часто применяем, когда говорим о супружестве, и это тоже большое напоминание для нас. Знаете, может быть, кто-то здесь находится и стоит перед выбором, и вы думаете, какой хороший молодой человек, какая хорошая молодая девушка. Один минус – они не знают Бога. А так он любит меня, так он обходителен со мной, так вот он такие красивые слова говорит и красивые подарки мне дает. Но здесь говорится, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Не обманывайтесь, не обманывайтесь. Если мы убеждаем себя, что все будет хорошо, все не будет хорошо, мы обманываемся, мы понесем урон. Конечно, я хотел бы сделать акцент, говоря о тех братьях и сестрах, которые, может быть, вступили в брак, будучи неверующим, и вы потом покаялись, и ваш супруг еще не знает Бога. Я думаю, не об этом здесь идет речь. Вы этот выбор делали еще до покаяния. Библия говорит о том, что супруги освящаются мужем и женой верующей. Дети наши освящаются, даже если они еще не ходят в церковь. Не об этом речь. Но вот этот принцип – не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Еще один принцип, на который я обращу внимание – это отрицание закона сеяния и жатвы. Галатам 6 глава, 7 и 8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плот свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Еще одна форма обмана, когда человек живет так, как будто нет принципов сеяния и жатвы. Знаете, даже в этом миру так много пословиц и поговорок, которые говорят о том, что мы жнем то, что мы сеем. Делая добро, жди добра, говорят люди этого мира. Доброе семя – добрый всход. За доброе жди добра, за худое – худо. Кто-то там говорит, что земля круглая, тебя коснется за то, что ты сделал. И даже люди, которые далеки от Бога, они понимают эти принципы. В Бытие 8 главе 22 стихе мы читаем о том, что Бог заповедал и Бог заложил законы. Законы сеяния и жатвы. Написано впредь, во все дни, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима. Они не прекратятся. Это закон Божий, это порядок Божий. Но этот порядок, он работает не только в физической сфере, он работает и в духовной сфере, он работает в сфере взаимоотношений с людьми, он работает в сфере нашего отношения к другим людям. То, что мы сеем, то мы и будем жать. Библия говорит, сеющий ветер пожнет бурю. Иногда так интересно посеять ветер, немножко сцепить других людей, немножко вот подколоть, немножко гадость сказать, немножко обидеть. Но Библия говорит, что сеющий ветер будет пожинать бурю. Божий закон гласит, Божий принцип в Священном Писании, что всякий грех ведет к урону, наказанию и к смерти. Иакова 1 глава 15-16 стихи «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Еще одно место Писания прочитаю в 1 Коринфянам 6 главе 9 стих. «Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаинцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. В других местах Писания этот список, он расширяется. В других местах Писания говорится о колдунах, о ворожеях, о гадателях и о других подобных людях. И знаете, как бы сегодня кто не утверждал и не говорил, да все нормально, ну, есть у меня вот проблемы с речью, но я же люблю Бога. Да, я не изменяю супругу, но я немножко люблю пофлиртовать. Ну, вот эти места Писания говорят, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Это закон Божий, который он заложил. Когда похоть приходит в жизнь, она рождает грех. Грех рождает смерть. Да, мы можем утверждать, чародея и ворожея может говорить, у меня же есть молитва «Отче наш», я же вот в первую очередь читаю эту молитву, и кто-то, приходя к этим людям, может обманываться и говорить, они же там у них, они молятся там тому и тому, и Святой Деве, и Иисусу, и кому угодно. Но Библия говорит, не обманывайтесь. Ворожеи, чародеи, Царство Божие не наследуют. Мы, читая новости, можем удивляться. Английский парламент заставляет архиепископа англиканской церкви признать гомосексуальные браки, и тот уже начинает поддаваться под это влияние. И кто-то может смутиться. Но Библия конкретно говорит, даже если все архиепископы англиканской церкви и все папы римские, начиная от начала до конца, признают подобные однополые союзы, апостол Павел говорит, не обманывайтесь, неправедное Царство Божие не наследует. Мужи-ложники Царства Божие не наследуют. Человек, который позиционирует себя гомосексуалистом и говорит, я верю в Бога, Царство Божие не наследует. Я верю, что человек, который еще не до конца освободился от греха и борется с грехом, но он Бога поставил на первое место и сказал, я Божий человек, я спасенный человек. И даже если он где-то упал, но он не является пьяницей, он не гомосексуалист, но Бог его выводит. Я верю, такой человек Бог доведет его до вечности. И мы должны разграничивать вот эти две части. Впрочем, говоря о сенней жатве, наверное, хотелось бы подчеркнуть, чтобы не смутить кого-то, что да, мы сеяли многое и порой сеяли очень злое, но по милости Божией, когда мы раскаялись перед Богом, Бог порой убирает последствия нашего греха. Наверное, если бы Бог допустил пожать нам все, что мы посеяли, ни один, и не наверное точно, ни один из нас не был бы спасен. Но по милости Божией мы не сеем, мы не жнем последствий некоторых своих поступков, потому что мы раскаялись перед Богом. И тот ворожей, чародей, идолослужитель, который был таковым, но который раскаялся перед Богом, я верю, он будет спасен. Еще одно местописание достаточно такое интересное, история, которая записана в Третьей книге царств. 20 глава, 21 по 23 стихи, потом выборочно далее. История войны царя Израильского и царя Сирийского. И там написано следующее. «И вышел царь Израильский, взял коней и колесницы и произвел поражение у сириан. И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему, пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь Сирийский опять пойдет против тебя. Слуги царя Сирийского сказали ему, Бог их, есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». 26 стих и далее. «По прошествии года Винодад собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположили сыны Израилевы, станом перед ними, как бы два небольших стада коз, а сириане наполнили землю. И подошел человек и сказал, человек Божий сказал царю Израильскому, так говорит Господь. За то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчища придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. И стояли станом одни против других семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириан в один день. Остальные убежали в город Афек, там упала стена, на остальные двадцать семь тысяч человек. Интересная история записана в этом месте Писания. И о чем мы здесь видим, о чем мы здесь считаем в этой истории? Мы видим то, что я назвал ловушкой мышления царя сирийского. Знаете, мы как люди порой в своем мышлении обманываемся по определенным причинам. Мы порой попадаем в некие мышлительные ловушки в нашем мышлении. И царь сирийский, его опыт, его понимание, это был языческий царь, который поклонялся языческим богам, он покорил многие языческие народы, и он уничтожил их богов. И его понимание, его опыт говорили ему, что каждый бог или каждое божество имеет свой регион и свою сферу влияния. На то время так понимали, что есть божества, которые отвечают за плодородие, есть божества солнца, божества луны, божества воды, божества гор, божества долин и какие угодно божества. И царь сирийский, выступив против Израиля, мы читаем в этой истории, потерпел огромное поражение. Но когда он вернулся, он решил переосмыслить свои ошибки. И он говорит, я знаю, их бог, это бог гор, потому что они победили нас на горах. Ну уж точно, если он бог гор, он не бог долин. В долинах другой бог, да, у них сильный бог, но в своей сфере влияния он дал им победу. Но мы пойдем в той сфере, где их бог не имеет власти. И знаете, вот это мышление, вот это понимание заставило бога возревновать. И он сказал, несмотря на то, что Ахав был нечестивый царь, бог сказал, за то, что сирийский царь сказал, это бог гор, а не бог долин, я предам его в руки твои. И сириане потерпели сокрушительное поражение. 127 тысяч человек погибло. Знаете, вот как это применить к нашей жизни? Сергей Павлович в конце уходящего года, прошлого года, 31 числа, проповедовал вот на это местописание и говорил о горах и долинах. Горы и долины, если в двух словах, это образ. Горы – это место возвышенное, место подъема, место, может быть, успеха, место здоровья, место процветания, место Божьего какого-то особенного благословения, там, где мы радуемся, где мы получаем удовольствие. Долины – это место трудностей, это место скорбей, это место лишений, место, может быть, болезней, недостатков, каких-то переживаний, которые мы проходим. И в нашей жизни мы иногда идем по горам по милости Божией, а иногда идем по долинам. Но вот, рассуждая, я подумал вот о чем. Знаете, порой человек, который прожил большой отрезок жизни, даже зная Бога, и он всегда шел по этим горам. У него всегда было благословение в финансах, благословение в здоровье, благословение во всех сферах его жизни. И, может быть, он слышал подобное учение, которое говорит, что если ты праведен, то Бог благословит тебя, и ты будешь процветать. И так, знаете, легко сказать, что Бог – это Бог гор, а не Бог долин. Бог – это Бог процветающих людей, а не людей, которые страдают и терпят лишения. Но с другой стороны, человек, который проходит через долины, всю жизнь, будучи христианином, он видел скорби, видел лишения, видел трудности, может быть, и он, так, знаете, рассуждая, легко подумает, что в Библии же написано, что трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие, что многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. И на основании этого легко сделать вывод, что на самом деле Бог никак не Бог гор, Бог – это Бог долин. Но что делает Господь? Мне вспомнилось место Писания, 103-й Псалом, 8-й стих, там написано, Псаломопевец говорит, «Восходят в горы и не сходят в долины на место, которое ты назначил для них». Иногда Бог берет человека, который на горах, и говорит, сойди в долину, почувствуй, что чувствуют люди в долине, и берет человека в долине и поднимает его в горы. И знаете, вот этот глоток славы, глоток богатства, глоток успеха, воздуха не хватает, страх высоты приходит, ноги трясутся, еще что-то, и человек говорит, «Я, Господи, не готов к этому». Порой я хотел бы также вскользь обратить внимание на то, что в нашем опыте служения, в нашем опыте отношений с Богом, если мы неосторожны, мы можем делать подобное заявление, говорить, «Бог – это Бог гор». Знаете, у каждого из нас есть опыт того, какие песни мы должны петь, как мы должны молиться, какую форму молитвы иметь, громко молиться или тихо, на языках или не на языках, со сборника петь или песни про славление. И я продолжил бы бесконечно вот этот список. И это, в принципе, разумно, то, что у каждого из нас есть опыт, есть разные конфессии. У баптистов свое понимание, у пятидесятников свое, у харизматической церкви свое. Но знаете, в чем я вижу опасность? Когда мы становимся настолько самоправедны, настолько самоуверены, что говорим, «Бог уж точно Бог гор, а не Бог долин». Бог уж точно Бог пятидесятников, а не Бог баптистов или харизматов и тем паче католиков или православных. Или, наоборот, другой конфессии. Бога надо вот так славить, а вот так нельзя славить. Если мы вот так славим, то Духа Святого нет, как я порой слышал. А откуда мы знаем? А если Дух Святой есть в этом служении, не становимся ли мы Богопротивниками, которые делают такие безрассудные утверждения? Впрочем, продолжая, я хотел бы продолжить читать из этой главы и обратить внимание на другую ловушку мышления. Мы говорили о самообмане царя Сирийского, но был самообман и ловушка мышления царя Израильского. Давайте прочитаем 20 глава, 31 стих и далее. «И сказали ему», то есть Винодаду, царю Сирийскому, слуге его, «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясались они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали, «Раб твой Винодад, говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал, «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали, «Брат твой Винодад». И сказал он, «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад, «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал, «После договора я отпущу тебя». И заключив с ним договор, отпустил его». Вот такая история произошла впоследствии поражения царя Сирийского. И достаточно интересное продолжение этой истории. Я перескажу своими словами. Был один из пророков. И Бог ему дал такое необычное, как бывало порой в Ветхом Завете, слово. И он сказал, «Иди и скажи другому человеку, бей меня». И этот пророк пошел и сказал другому, бей меня. Но тот, зная, наверное, что это пророк, Божий помазанник, мало что он говорит, там чуть-чуть, слегка еле ударил, чтобы пятна и следа не осталось. И этот пророк говорит, «За то, что ты не побил меня, лев придет и убьет тебя». И этот человек уходит, его убивает лев. И пророк идет к следующему человеку, говорит, «Бей меня». Ну, представляете, следующего человека, который видит, что того лев убил. И он так избил этого пророка, что пророк еле живой пошел своим путем. И вот по дороге он встречает Ахава. И царь Ахав задает вопрос, «А что произошло?» И он рассказывает притчу. «Мне поставили стеречь одного человека, но я упустил его. И поскольку я упустил, меня избили». И царь говорит, «Ну, слушай, ты сам виноват, тебя заслуженно избили». И тогда пророк говорит, «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Что мы видим в этой истории? Дважды Бог явился Ахаву. Дважды Бог благословил Ахаву особым образом. Дважды Он одержал величайшую победу. Один раз на горах, другой раз в долинах. 127 тысяч человек только во второй раз было уничтожено маленькой армией. И что решил Ахав внутри себя? А он решил, что здорово, Бог благословляет, а уж дальше я и сам разберусь. А дальше я знаю, как действовать. Бог со мной, благословение Божие со мной, рука Божия со мной. И теперь я могу союз заключить, теперь я могу какие-то решения принимать. И вот рассуждая, я подумал на тему, не так ли бывает в нашей жизни? Когда у нас трудности, когда лишения, когда нет финансов, может быть, когда нет детей, когда неустройство, когда разруха пришла, мы молимся, Боже, благослови. Боже, благослови. Если ты благословишь, то я то и то и то сделаю. Но когда Бог благословляет, так легко забыть наши обеты и наши обещания. И дальше мы уже сами знаем, что с деньгами делать. Знаете, когда нет денег, то, конечно, что ты с ними сделаешь. А когда Бог дал, ну, столько вариантов. Когда есть дети, мы уже знаем, как детей воспитывать. Мы знаем, как правильно служить Богу, как правильно руководить фирмой, и как еще что-то правильно делать, но порой мы попадаем вот в эту ловушку мышления царя Израильского. Мы бежим впереди Бога. Знаете, как в Ветхом Завете был этот столб облачный и столб огненный. И две ошибки, которые мог сделать народ. Отстать где-то далеко позади, когда столб пошел вперед, и побежать вперед, когда столб остался на этом месте. И одни, и вторые часто погибали и несли урон. Мы все помним историю Саула и Амалика. Бог сказал Саулу, иди порази Амалика, я предаю его в руки твои. Саул идет и поражает Амалика. А это было непросто. Амалик был заклятым врагом Израиля. С Амаликом они сотни лет воевали друг с другом с переменным успехом. И царь Саул идет и поражает Амалика. И он видит огромную добычу. И он понимает, вот подобно, знаете, царю Израильскому Ахаву, он говорит, ну а теперь что я знаю, что дальше делать? Зачем нам уничтожать эту добычу? Зачем нам выбрасывать? Мы возьмем часть себе, но что-то лучшее мы пожертвуем Богу, мы принесем в жертву. Да и с царем Амаликом я знаю, что делать. Он будет моим рабом. Он будет символом моего процветания, моего успеха. Он будет ползать у меня под столом. И мы знаем, чем закончилась эта история. Приходит Самуил и говорит, что это за блеяние в моих ушах? Что ты наделал? Что ты сделал, Саул? Оказывается, Саул не умнее Бога. Оказывается, Ахав не умнее Бога. Знаете, в чем была причина их неправильного решения и падения, как мне кажется? И один, и другой были далеки от Бога. Бог благословил их на определенном этапе их жизни. Бог благословил их в сражениях. Но они и Ахав, и Саул, они не знали Бога лично на том этапе их жизни. И они приняли те решения, которые диктовало их греховное сознание, греховное понимание. И эти решения, они оказались катастрофическими. Так же, как этот сирийский царь потерпел огромный урон, так же и Израиль понес этот огромный урон. Заканчивая, я хотел бы подвести итог. И, наверное, будет крайне неправильным не обратить внимание, не задаться вопросом, а как все-таки избежать вот этого состояния самообмана? Как не попасть вот в эту ловушку мышления и не принять вот эти неправильные мышления? Наверное, ответ вот в том, что я говорил в конце. Когда человек далек от Бога, когда человек выходит за рамки Божьего присутствия, тогда он рискует, потому что там, где нет Бога, там он рискует попасть в эту яму самообмана. Иоанна 8 глава 31-32 стихи, тогда сказал Иисус, как бравцившимся к нему иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Совет и урок простой. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Да, я верю, как христиане мы не всегда, и даже, может, и часто, не мыслим идеально. И мы ошибаемся, мы не имеем достаточно знания, достаточно информации. «Но если мы стремимся к истине, то истина делает нас свободными». А что такое истина? Иоанна 14-6. «Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Истина – это не какая-то сакральная информация, которая хранится где-то в дальней библиотеке, на дальней полке. Истина – это принципы Божии, записанные в Его Слове. Истина – это Сам Господь Иисус Христос, живое Слово Божие. И когда мы познаем истину, эта истина делает нас свободными. Давид был неидеален. Другие цари, они были неидеальными. Но те из них, которые доверялись Богу, они до конца следовали за Богом. И Бог выводил их даже из тех серьезных ошибок, в которые они порой попадали. Поэтому мое желание, чтобы мы, доверяясь Богу, искали истины, знали истины. И я верю, тогда мы не будем попадать в эту ловушку самообмана. Давайте встанем и помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.